Около 80% львят умирают, не дожив даже до двух лет. Самцы составляют всего около 25% популяции львов. Шанс выжить у них небольшой, а на жизненном пути множество испытаний. И только единицы проходят весь этот путь целиком. Именно о них сегодня и поговорим. Коалиция Мопога была группой львов-самцов, которые контролировали огромный регион, площадью примерно 70 тысяч гектаров. Но в группе часто случались стычки, и однажды двум львам, которых звали Странный Хвост и Мистер Ти, пришлось покинуть своих братьев. Они защищали собственную отвоеванную территорию, пока на львов не напали соперники. Странный Хвост погиб, а Мистеру Ти пришлось снова покинуть дом. Но он выжил. Выжил и даже сумел вернуться в коалицию Мопогу. Этот лев дважды перенес изгнание и прошел через все этапы, изображенные на этой карте. Это очень сложный путь, и первое, с чем сталкивается изгнанный лев, это необходимость залечить раны. Ни один самец не оставит свою группу или свой прайд просто так, по собственной воле. Изгнание начинается с жестоких боев, которые могут длиться по 3-4 часа. Представляете, какие последствия бывают, когда два сильных хищника с мощными зубами и когтями пытаются разорвать друг друга? А если это одновременная атака нескольких львов? Именно так погиб Странный Хвост. На него напали 4 других самца, и в итоге сломали ему позвоночник. И львы продолжали кусать противника, просто поедали его еще до того, как Странный Хвост умер. Мистер Ти пытался спасти брата, но не сумел. Но допустим, что раны Странного Хвоста оказались совместимы с жизнью. Хотя иногда в это трудно поверить, но допустим. Проблема в том, что в дикой природе всегда существует риск заражения, инфекция, а затем медленная смерть. А ведь у львов нет никаких особых секретов заживления, супербыстрой регенерации или тем более примитивной медицины, как у некоторых приматов. Все, что есть в аптечке хищников, как и многих других животных, их собственная слюна. На самом деле, зализывать раны – естественная реакция, которая встречается даже у человека. И это, в общем, логично. Слюна содержит так называемый фактор свертывания крови, который останавливает кровотечение, а фермент лизоцим убивает часть бактерий. Слезы, кстати, работают по похожему принципу. Привет Фениксу из Гарри Поттера. Вот только всегда есть риск занести в рану какие-нибудь бактерии, живущие во рту. Да и не каждой травме хватит слюны. Но львы достаточно мужественные и стойкие ребята. Они научились заживлять свои раны гораздо быстрее, чем, например, с этим бы справился человек. Так лев, которому гну рогом пронзила челюсть, восстановился всего за несколько недель. Любому из нас в такой ситуации понадобилось бы срочно ехать в больницу, накладывать швы и долго восстанавливаться. Львы справляются со всем довольно успешно, даже когда кажется, что после такого невозможно выжить. Но почему изгнание стало особенностью львов? Почему это происходит? Что ж, даже самый процветающий, счастливый прайд может продержаться под началом одного самца или группы самцов всего несколько лет. От двух до пяти. После этого появляется кто-то сильнее, моложе или просто яростнее и выигрывает битву за прайд. Конкуренция среди львов просто нереальная. При этом самки всегда остаются частью прайда. Они составляют его ядро, выделяют для прайда территорию, да и в принципе управляют практически всем. Самцы приходят и уходят, в основном проводя время сражаясь друг с другом и обучая детенышей мужского пола. Каждому из маленьких львят предстоит покинуть свою семью и как-то выживать в одиночестве. Если, конечно, львята доживут до своего изгнания. Просто представьте, каждые пару лет приходят какие-нибудь новые самцы-кочевники, которые прогоняют или убивают вожака, а потом избавляются от всех его детенышей. В конце концов, молодые львы оказываются перед выбором – умереть в схватке с более взрослым и опытным львом или отправиться в изгнание. И, в общем, понятно, что они выбирают. Помните шрамы из «Короля льва»? Он был очень недоволен своей судьбой, мечтал захватить власть и все такое. Но с точки зрения настоящих львов, шрам просто счастливчик. Он сумел стать взрослым! Если посмотреть на обычный прайд, то становится понятно, что на двух-трех самок в нем приходится один самец. Самцы составляют примерно 25% от всей львиной популяции. А ведь самцы и самки рождаются в одинаковом количестве. Правила львиного общества просто отсеивают львят самцов. Если такой львенок не умер, пока был маленьким, а только один из восьми львов-самцов доживает до зрелого возраста, то его прогоняют. У самок подобных проблем нет, они просто продолжают жить на той же самой территории, что и раньше. Правда, когда в Праде сменяются самцы, под угрозой оказываются все львята, вне зависимости от их пола. И с точки зрения эволюции это совершенно нормально. Когда львы-самцы захватывают новую территорию, они почти всегда убивают чужих детенышей, так как они не связаны биологически. Короче, отчимов из львов не получается. К тому же самки не способны спариваться, пока кормят детенышей молоком, а значит, их нужно устранить. Что чувствуют по этому поводу мамы-львицы? Я не думаю, что им все равно, но с другой стороны, такова львиная жизнь. Вечно рядом появляются какие-то агрессивные самцы и все портят. Африканские львицы обычно смиряются. А вот одна самка азиатского льва по имени FLG-10 нашла неожиданное решение проблемы. Она спаривалась с самцами из каждой коалиции, которые заходили на ее территорию, чтобы скрыть, чьими конкретно будут ее детеныши. И это сработало! Ни один из львят FLG-10 не был убит, потому что каждый взрослый лев думал, что они его дети. А потом ученые вообще выяснили, что другие азиатские львицы тоже практикуют подобный способ защиты потомства. Их львята выживают, но самцы потом все равно вынуждены покидать Прайд, чтобы начать самостоятельную жизнь. Примерно так же, как африканские. Итак, лев был изгнан со своей территории, но пережил это, залезал свои раны. Теперь ему нужно найти тиммейта. Дело в том, что льву просто необходимо ежедневно съедать где-то 9 кило мяса. Допустим, можно немного усмирить свой аппетит и питаться не так сытно. Но чем меньше ты ешь, тем более слабым будешь. Слабый лев, мертвый лев. Значит, нужно охотиться, причем на крупную добычу. Поймать кого-нибудь мелкого, конечно, проще или хотя бы безопаснее. Но энергию, которую лев затратит на поимку, например, мыши, эта самая мышь в качестве обеда ему не восполнит. А чтобы охотиться на что-то большое и сытное, нужен тиммейт. Львы-самцы редко путешествуют в одиночку. Конкуренция за прайды или просто за территорию настолько жесткая, что все львы-самцы объединяются, чтобы защитить друг друга. Когда практически все вокруг, от других львов до твоего обеда, хотят тебя убить, необходим кто-то, кто будет на твоей стороне. Хорошо, если такие львы-одиночки находят друг друга, но им нельзя просто так остановиться и жить где-то рядом со своими старыми прайдами под кустиком. Нужно двигаться вперед, чтобы избежать нападения. Так начинаются скитания. И одиноким львам приходится реально много двигаться. На сегодняшний день у ученых есть доказательства того, что один самец где-то за месяц преодолел 220 километров. Это больше, чем если бы вы решили дойти пешком от Лондона, например, до Бирмингема. Не забывайте, что по дороге вам бы постоянно приходилось отбиваться от опасностей и ловить еду. А охота на чужой территории – это квест, с которым справится не каждый. Когда ты, лев, ищешь добычу на знакомой местности, то точно знаешь. Вот здесь любят пастись буйволы, сюда антилопы ходят на водопой, а там отдыхают зебры. Охотиться в таких условиях вполне комфортно, потому что ты знаешь свою добычу. А куда идти, если вокруг незнакомая земля? Где брать еду? Впрочем, даже на знакомой территории и вместе с Прайдом львы достаточно много перемещаются. Ученые даже выяснили, что это нечто вроде стратегии. Львы убивают свою добычу, например, зебру, а в следующий раз идут в другое место, например, за антилопой. Это связано с тем, что зебры сразу после нападения будут настороже, а значит, поймать их будет труднее. А вот если подождать… Звучит немного нелепо, но тактика действительно работает. Но вернемся к нашему льву-изгнаннику. Теперь у него есть тиммейт, и им нужно добыть еду. И тут стоит сказать, что львы в принципе не самые успешные охотники на планете. Согласно статистике, львиные охоты заканчиваются поимкой добычи только в 25% случаев. И это максимум! Конечно, не так уж плохо по сравнению, например, с белыми медведями. Там успешных убийств всего 10%. Но белый медведь не конкурирует со львами, в отличие от гейновидных собак. А их показатель 85%. И не забывайте, что 25% – это когда лев охотится вместе с кем-то, и чем больше помощников, тем лучше. Если он действует один, то вероятность успеха вообще понижается до 15%. Примерно одна успешная охота из семи. Нужно очень постараться, чтобы выжить в таких условиях. К тому же в прайдах обычно охотятся львицы. Более 90% случаев приходится на самок. Если понаблюдать, то начинает казаться, что самцы вообще ничего не делают. Ну, лежат, едят. Иногда дерутся, но в основном все-таки лежат. Но львы не так уж безнадежны. Если бы они вообще ничего не делали, то львицы давно научились бы справляться как-нибудь сами. У самцов просто свои задачи – помечать территорию прайда, патрулировать ее и, в принципе, охранять. Самцы даже иногда присматривают за детенышами, пока их матери охотятся, и следят за тем, чтобы всем львятам хватало еды. Кроме того, у львов и львиц просто разные характеристики и поэтому разные роли. Самки меньше и легче, а значит, более ловкие и более быстрые. К тому же они выносливые. Самцы, наоборот, тяжелее и быстрее устают. Но зато львы сильнее львиц. Поэтому, кстати, львов могут привлечь к охоте, когда нужно поймать кого-то действительно большого. Все обязанности между львами распределены так, чтобы прайд жил с максимальным комфортом. Но есть одно место на Земле, где все законы львиных обществ не работают. И оказывается, что прайды не так уж нужны. Здесь, в пустынях Северной Кении, львы живут поодиночке. Львицы здесь не оставляют своих детенышей няням. Вместо этого маленькие львята всюду следуют за мамами и могут добывать себе пищу уже в трехмесячном возрасте. Самцы при этом даже не пытаются бездельничать. Они активные, успешные охотники, которые ни в чем не уступают самкам. И, кстати, раз уж я упомянул разные характеристики самок и самцов, стоит сказать, что стратегия охоты львов отличается от стратегии львиц. Пока большая часть прайда атакует вместе, выслеживая и загоняя своих жертв, самцы предпочитают забраться в какие-нибудь кусты и сидеть там. Но не просто так, а в ожидании добычи, на которую потом можно будет прыгнуть. Да, это звучит как-то не очень надежно, однако львы добиваются успеха. Но такая схема работает только до тех пор, пока ты живешь вместе с прайдом, львы-изгнанники начинают действовать иначе. Как я уже сказал раньше, им просто необходимы тиммейты, чтобы справиться с крупной добычей, поэтому самцы объединяются и только так могут добыть что-нибудь питательное. Например, слона. Обычно требуется семь львиц, чтобы справиться с одним слоном, но то же самое могут сделать и два самца. Значит, для слонов опаснее все-таки львы, чем львицы. И да, я нашел подтверждение этой теории. Карен Маккомп из Университета Сассекса обнаружила, что старшие матриархи, самки, возглавляющие стада слонов, понимают, какую угрозу представляют львы. Если они слышат записи рева самцов, они с большей вероятностью переведут свое стадо в режим обороны. Реакция на львиц более спокойная. Все дело в опыте. Чем старше слониха, тем лучше она знает, кто может быть не так уж опасен, а от кого нужно быстрее уходить. В отличие от буйволов. Казалось бы, эти ребята меньше слонов и должны вообще держаться от львов как можно дальше. Но нет. Иногда буйволы даже нападают на львов сами, без какой-то причины. На спящих. Само собой, самцы-изгнанники для них самые легкие цели. Но что он может, этот одинокий лев? Все зависит от степени его отчаяния. В национальном парке Южная Луангва в Замбии голодный лев-одиночка напал на взрослую самку буйвола. И их битва длилась час. Жестокая битва, в ходе которой оба противника получили множество травм и были так истощены, что даже не могли отступить. В конце концов, на помощь самки пришел другой буйвол, и она сумела убежать. Лев отполз в кусты, чтобы залезать раны, но он умер через два дня, а через две недели умерла его противница, подхватив инфекцию. Был ли у льва-одиночки шанс? Разве что очень, очень маленький. Но ему пришлось рискнуть. А вот с кем лев бы точно не справился, так это с дикобразом. Кажется даже странным, что какой-то там медленный колючий грызун сильнее царя зверей. Но так уж получается, что в стычках именно дикобразы всегда побеждают, несмотря на разницу в размерах. Ну, представьте, 18 кило против 180. И все-таки иглы делают свое дело. Ученые подсчитали, что в период с 1960 по 2016 год как минимум 50 львов были ранены или даже убиты дикобразами. Это просто удивительно много. Еще раз, у нас тут грызун против льва. Чаще всего, конечно, страдают молодые львы. Скорее всего, взрослые просто уже знают, что вот этот зверь колючий и несъедобный. Лучше не связываться. Но самое удивительное – это последствия, которые могут быть у стычек между львами и дикобразами. В 1965 году был убит хищник, известный как Людоед из Дараджани. Когда ученые осмотрели его, то были поражены. Глубоко в нас у льва застряла игла дикобраза. Она вошла на 15 с лишним сантиметров, почти поразив мозг. Эта игла мешала льву охотиться, и в итоге он страдал от истощения и не смог придумать ничего лучше, кроме как включить в свою диету самую легкую добычу – человека. И ведь это не единичный случай. В какой-то момент перед львом-изгнанником действительно может встать в выбор. Иногда одиночки становятся людоедами. Но у этого нет какой-то одной причины. Обычно это сочетание нескольких факторов, которые делают жизнь льва невыносимой. Например, серьезные травмы, из-за которых хищники не в состоянии охотиться на привычную добычу. Взять хотя бы зубы – львы в значительной степени полагаются именно на них во время охоты. Сломанный клык или даже сломанная челюсть – и все. Лев уже не может как следует сжать челюсти на своей жертве. А люди гораздо мягче какой-нибудь газели. Без меха, да и бегают медленней. Еще одна возможная причина людоедства – засухи. Количество доступной добычи сокращается, найти обед становится труднее. А люди в то же самое время особо не зависят от погоды. Но есть еще одна причина. Иногда львам просто нравится вкус человечины. И вот это уже звучит реально жутко. Причем ученые утверждают, что один лев может научить другого охотиться на людей. И если самкам легче справиться с такой вредной привычкой, то у самцов обычно возникают реальные проблемы. Они просто не могут остановиться. Это, конечно, не значит, что каждый одинокий самец, напавший на человека, становится людоедом. Но риск все-таки есть. Но самый ужасный сценарий – когда целый прайд из самцов и самок начинает питаться людьми. Это постоянная, чудовищная угроза для каждого человека, который живет рядом. А вот вам факт, который меня до сих пор удивляет. Хотя я узнал об этом довольно давно. Нападения львов на людей зависят от фазы Луны. Никакой мистики. У этого есть максимально научное объяснение. Смотрите, львы охотятся в основном ночью. Чем темнее вокруг, тем они более успешны, а значит, могут съесть больше. Самые темные ночи перед новолунием, и в это время львы как следует наедаются. Но когда луна большая и светит ярко, подобраться к своей обычной добыче сложно. А люди… Ну, вы уже поняли. Мы для львов что-то вроде самого легкого варианта. Фастфуд из ближайшей закусочной. Когда в полнолуние людей поблизости нет, львы… Ну, просто меньше едят. Но даже если оставить действие Луны в стороне, проблемы не исчезнут. Еще одно препятствие на пути львов – это погода. Я уже сказал, что из-за засухи львы могут становиться людоедами, но это, конечно, крайние меры. Обычно в сухой сезон привычная львиная добыча сильно разбредается в разные стороны в поисках пищи и воды. Львам приходится идти за добычей, и в результате они оказываются за пределами своей территории. На чужой. А там, где чужая территория, есть и те, кто ее охраняет. Так засуха приводит львов к постоянным стычкам с другими львами. И иногда с людьми. Из-за засухи хищники чаще нападают на скот. Плюс фермеры тоже стараются перегнать своих животных поближе к источникам воды. Короче, территория вдруг оказывается слишком маленькой, чтобы на ней одновременно уживались львы и люди. Засуха вызывает серьезные конфликты. Только в Намибии в период с 2013 по 2015 год 27 львов были убиты за набеги на скот. Но, строго говоря, у нее есть и плюсы. Это кажется странным. И все-таки травоядные, которые обычно составляют львиное меню, становятся слабее во время засухи, а значит охотиться на них проще. В отличие от них, львы хорошо устроились и могут получать влагу из мяса. Чтобы не пересекаться со львами, травоядные начинают пастись в самое жаркое время суток. И это действительно помогает. Вот только из-за высоких температур травоядные как раз теряют способность сопротивляться хищникам. Легкая, уязвимая добыча. Вот и получается, что с одной стороны засухи приводят к проблемам для львов, а с другой, наоборот, помогают им. И даже убийства фермерами никак не влияют. За последние семь лет численность пустынных львов в Намибии только увеличилась во время сильнейших засух. Такой вот парадокс. Хотя если посмотреть на него с точки зрения эволюции, то все становится немного понятнее. Засуха отсеивает самых слабых особей, а значит остаются только самые стойкие и приспособленные к суровым условиям. Именно они передают дальше свой генетический материал, и сильных львов становится только больше. Противоположность засухи – сезон дождей, и на месте львов я бы ненавидел это время. Большое количество влаги превращает территорию в хлюпающее болото, из-за чего львы чаще болеют и иногда даже умирают. А еда? Я уже сказал, что во время засухи добыча разбредается в разные стороны, и львам приходится за ней ходить. Но при этом потенциальный обед все-таки старается держаться у источника воды. А теперь представьте, что вместо одного у вас таких источников, не знаю, 10. Вполне нормальная картина для сезона дождей. И вот куда идти голодному льву? Пока найдешь жертву, уже устанешь, еще и промокнешь весь. Но даже если львы справляются со всем этим, даже если погодные условия просто идеальны, всегда остаются другие опасности. Охотиться одному сложно, особенно если привык, что до этого за тебя охотились самки. Именно поэтому самцы и собираются в коалиции. Просто чтобы не умереть от голода. Но если львы охотятся в регионах богатых добычей, они обязательно натолкнутся на других территориальных львов. Львов, которые тоже хотят есть и не собираются своей едой делиться. Это вызывает серьезные конфликты. И под словом «серьезные» я имею в виду, что самая естественная причина смерти для льва – это другой лев. Да, специалисты именно так и говорят. То, что в мире людей считается преступлением, в дикой природе – самый обычный, правильный порядок вещей. Да и между одиночками часто случаются стычки. Конечно, им выгоднее объединиться, чтобы выжить. Но эй, это же львы. Хищники. Они не всегда действуют суперлогично. Иногда им просто нужно подраться за какую-нибудь мертвую антилопу. А, и не забудьте про изменение климата и потерю среды обитания. Количество людей растет, все больше земли используется для сельского хозяйства. Считается, что за последние 20 лет популяция африканских львов сократилась примерно на треть. И, конечно, браконьеры. Браконьеры действуют всегда, вне зависимости от погоды или фазы луны. Прогноз некоторых ученых вообще выглядит печально. Они говорят, в течение 20 лет мы потеряем еще половину популяции львов. Но самое интересное, что никто точно не знает, сколько львов сегодня обитает в дикой природе. Их становится все меньше. Это факт. И из-за этого считать все труднее. Львы редко встречаются, прячутся от людей. Про это еще можно заметить, а вот одиночку... И все-таки наш лев выжил. Прошло несколько лет. Он начинает подготовку к возвращению. Помните, как в самом начале пути ему приходилось выбирать между охотой на всякую мелочь и риском? Теперь у льва уже достаточно силы опыта, даже чтобы охотиться на жирафов. Я серьезно. В парке Кагалагадии два льва атаковали жирафа, который весил примерно в шесть раз больше них. Да и черт с ним с весом. Вы посмотрите на разницу в размерах. Нет, ну правда, глядя на эти снимки, просто не верится, что такая охота могла закончиться успешно. Но у них получилось. Два льва-одиночки убили жирафа. И само собой, как следует, наелись. Вот настолько увеличилась их сила и выносливость. Да и ловкость наверняка тоже прокачалась. Чтобы вот так прыгать на жирафа, без нее не обойтись. Ну а жираф – это очень много вкусного питательного мяса. Мясо дает льву силы, а сильный лев способен на многое. Как насчет того, чтобы атаковать бегемота? Одиночка, которого только что изгнали из Прайда, погиб бы на месте. А этот справился, этот уже точно знает, что делает. И знает, что настала пора захватить Прайд. Может ли лев вернуться в свою семью, откуда его однажды изгнали? Нет. И не потому, что у льва не хватит сил. Просто в реальной жизни все несколько иначе, чем в диснеевских мультфильмах. Самец, захвативший Прайд, спаривается со всеми его самками. Но, если это его родной Прайд, то среди этих самок будет мать, сестры, тетки. В общем, в таких условиях никакого биологического разнообразия, а только генетические заболевания и прочие неприятные штуки. Поэтому львы никогда не возвращаются в свои Прайды. Но это и не нужно, ведь вокруг полно других. В среднем, чтобы набраться сил, льву требуется, ну, где-то три года. Двухлетние самцы становятся изгнанниками. В пять лет они уже готовы отвоевать себе территорию и самок. А значит ли это, что у них точно получится? Конечно нет. Истории неудачных захватов полным-полно. Вот, просто для примера. В национальном заповеднике Масай-Мара лев-одиночка приблизился к львятам с явным намерением от них избавиться. Но львицы чуть было не загрызли его живьем. Потом еще и самцы присоединились. В общем, парню пришлось спасаться бегством. Так себе получился захват. И вообще, как я уже говорил, основная функция самца – это защита Прайда. Как раз у таких вот непрошенных гостей. Им приходится драться практически постоянно. Снова. И снова. И снова. Неудивительно, что на охоту не остается сил. В конце концов, самцы так устают, что все-таки сдаются и уступают свои места более молодым и сильным чужакам. А сами живут в уединении. Или объединяются в коалиции. Честно говоря, до этого видео такой формат существования львов был мне неизвестен. А ведь история о коалиции Мапога, с которой я начал, вполне заслуживает экранизации. Если бы вместо ремейка Короля Льва фильм сделали про этих ребят, получился бы шикарный боевик. Или триллер. Обычно схема выглядит как. Есть Прайд, есть старый самец, есть новый, который его прогоняет. И так по кругу. Но коалиция Мапога была настоящей бандой. Эти самцы владели огромной территорией и убили больше сотни львов и детенышей примерно за год. В свой самый лучший период коалиция состояла из шести самцов. Лидера Макулу, Расты, Шрама, Красавчика, Странного Хвоста и Мистера Ти. Все, кроме Макулу, были родными братьями. Он считался кем-то вроде сводного брата и был старше других львов. В 2006 году шестеро молодых самцов покинули свой Прайд и были вынуждены сражаться за себя. Держась вместе, они увеличивали свои шансы на выживание и вскоре научились быть очень успешными охотниками. Настолько успешными, что стали захватывать чужие Прайды, убивая детенышей. Нормальная практика, но... Мистер Ти еще и съедал некоторых львят. Не знаю, почему это пришло ему в голову. После устранения всех конкурентов, Мапогу успешно контролировали восемь Прайдов. Восемь! И все же управлять такой большой территорией получалось плохо. Львы постоянно дрались между собой. В конце концов, Странному Хвосту и Мистеру Ти пришлось уйти. Дальше произошло то, о чем я рассказывал в начале ролика. Странный Хвост погиб, а Мистер Ти смог вернуться в коалицию Мапогу. Еще около двух лет она продолжала процветать, пока на ее пути не встали браконьеры и другая коалиция, убившая Мистера Ти. Только в 2012-м, спустя шесть лет после основания, Мапогу перестало существовать. На ее место пришли другие сильные хищники. И это тот самый круг жизни, в котором существуют львы. Цикл повторяется, повторяется и повторяется. И вот уже новый молодой лев изгнан из Прайда. Надеюсь, у тебя все получится, приятель. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова